Друзья, привет! Сегодня мы с вами вещаем уже из Нижнего Новгорода. Три недели у нас не было обзоров по Нижнему Новгороду, но ждите огромадный блог по Икеа Стамбулу. Кто смотрит наши влоги, видели сколько мы снимали, сколько мы там шарахались. Но это лирика. Сегодня мы вам будем рассказывать про всю новогоднюю коллекцию. Классная, визуально, по крайней мере, первое впечатление. Ценник примерно прошлого года, очень много повторюшек и другое название. Винтерфест. Теперь у нас не Винтер, а Винтерфест. В этом году, честно, немножко стремноватенько, я считаю, зону сделали для фотографий. Ну, что есть. Пойдем смотреть с самого начала, прямо вот с елок. Так и хочется мне сказать Винтер, но будем привыкать к Винтерфесту. Ёлки все прошлогодние. Вот такие две ёлки. Дим, поближе. Я просто оставляю, чтобы виды были своим ростом. А, ёлка метр пятьдесят стоит тысяча шестьсот рублей. Всё то же самое, как в прошлом году. Смесь иголочек, колючек с мишурой. Дима, нам бы показать поближе. Всё то же самое. Кстати, имейте ввиду, у нас с прошлого года с распродажи осталось две таких ёлки. Всё новое. Ну, они упакованы без тубуса, эти ёлки. По восемьсот рублей. Кому надо, кстати, если даже кто-то из Саранска, приходите, забирайте в офис. То есть ценник, видите, да, в два раза дешевле. Так, большая будет три пятьсот, это два двадцать. Иголки то же самое, показывать ближе. Такая же смесь. То есть ёлки в этом году все одинаковые. Нет литых иголок, нет прорезиненных иголок. То есть все вот такие вот. Самая-самая дешевенькая ёлочка. Сейчас мы найдём ценник, она получается ещё меньше, метр двадцать восемь. И она без колючек, только вот эта, из мишуры иголочка. И ещё есть ёлка метр восемьдесят, стоит две пятьсот. То есть, я думаю, поняли. Цена полностью зависит от размера. Разгон от тысячи шестьсот до трёх пятьсот. Сейчас мы найдём вот такую вот дешёвенькую ёлочку. Ёлочка есть, а ценника нету. Да, девятьсот рублей вот эта вот самая дешёвенькая ёлка в метр сорок. Так, вот эти товарищи тоже были в прошлом году. Три ёлочки, как ёр... Помнишь, где ты прикалывался ёршики, где мы тебе посуду перевернули? Сто девяносто девять рублей. Кашпо, ребят, точно такие же, с тем же сердечком. Только, ну, такое чувство, реально переклеена наклейка. Либо выпустили то же самое. Кашпо получается сто сорок девять рублей. Потом вот такая вот ёлочка-колючка семьсот рублей. Даже неинтересно рассказывать, мы всё это тебе рассказывали в прошлом году. Так хочется сказать, ребят, посмотрите эту часть обзора в предыдущем видео. А, так, дальше грустные ёлки. Их все, наверное, помнят. Пятьсот рублей, её потом аж за по двести рублей распродавали. И вот такая большая грустная ёлка, тысячу триста. У маленькой шарик глянцевый, у большой шарик матовый. Шарик можно снять, но моська вот такая вот будет. Ну, вроде как интересно. В прошлом году, кстати, хорошо брали. Так, пойдём посмотрим, что на той стороне. Там новые шары есть. Какая-то рождественская ёлка. Ну, мы найдём потом, я думаю, вот эту коробку. Просто так она лежать не может. Подожди. Девяносто девятый. Нет, ещё одна ёлка. Теперь уже за восемьсот рублей. Что-то я в них слегка запуталась. Обе метр сорок. Смотри. Обе ёлки метр сорок. Вот, которые с цифрами шестьдесят семь стоят девятьсот рублей, а которые с цифрами девяносто девять стоят восемьсот рублей. Я разницы не вижу. Ты где-нибудь видишь вообще разницу? А, смотрите, всё. Фейка, прошлогодний. Нет, это получается новое. Восемьсот. Винтерфест. Это девятьсот, это восемьсот. За счёт названия? В общем, хотите сто рублей сэкономить? Были миксом. Миксом были? Две пятьсот. Серый с красным. Здесь, видишь, в однотоне всё в золоте. Кстати, тоже фишка, потому что часто спрашивают в одной. Ну, как бы модно сейчас. Кому как нравится, в общем, ёлки наряжать. Ты покрупнее шары покажешь? Или бликуют они? Рёбра получаются, матовые. Но это всё пластик. В принципе, эксплуатируется неплохо. Цена 2 500. Даже водораспродажи нет, пока неизвестно. А сиренки где-то дальше? Пока нет. Искусственное растение в горшке. Получается вместе вот с этой мешковиной. С горшком. 2 500. 24 сантиметра. Кстати, вот они, литые иголки. Иди сюда, давай покажем. Вот помнишь нашу ёлку, которая у нас дома старая живёт? Вот это не облезет. Вот это вот я люблю, у кеевских ёлок. Но больших почему-то таких нет. То есть это никуда ничего не вылезет. Вы и гнилте, как хотите. Вешайте на неё, что хотите. Она прям нежненькая, нежненькая. Вот в такую вот мешковину упакована. Прямо вот таким мешком пахнет. Так, по ёлкам всё. Дальше, ребята, будем смотреть игрушки. Смотрите, как интересно сделано в этом году. По цветам полностью. Дим, покажи. Полностью вся золотая витрина. То есть не надо бегать, искать по магазину. Всё в одном месте. Так. Ага. Ну, это тоже товарищи. Мегалетние из года в год переходящие. 200 рублей стоит. 308,77. Так, там все две шутки. А, вот они, да. Вот такой наборчик стоит 200 рублей. Пластик. В наборе хвостики прилагаются. Ну, вроде неплохо себя показали. У нас игрушки ёлочные есть, и киевские пластиковые. Ну, надолго хватает. Ну, по крайней мере, вот они так быстро не обдираются. Как-то вот Соби, Сашана. Ну, это вот у нас такая практика использования. Вот такой вот набор. Дим, давай показывать. Вот он. Вот отсюда, вот до того края. 900 рублей. Вот интересный шарик под стекло, да? Я, конечно, люблю больше, ребят, стеклянные игрушки. Но, как показала практика наличия детей и собаки в доме, стеклянные игрушки долго не живут. Очень быстро пиба и нету. Так, потом у нас идёт вот такой вот маленький наборчик за 139 рублей. Имейте в виду, это стекло. Ленточки в набор не входят, они продаются отдельно. Сам наборчик выглядит вот так. Очень хрупкие. Так, дальше набор просто шариков разного диаметра. Я ищу цену. 0,4. Кстати, выгодные 42 штуки. 700 рублей. Не знаю, будут привозить ещё или нет, но я бы не сказала, что очень много всего. Обычно практика показывает, что всё сразу выкладывается. Вот этих, например, ну, как бы эти могут остаться. А вот эти вполне могут быстро разойтись. Особенно, если ещё какую-то скидку сделают на них, уйдёт быстро. Дальше краснота. Вот это вот обожаю. Вот это вот мои любимые. И вот это мои любимые. Птички. Сантики. Давай показывать на витрине. Кстати, в этом году дизайнеры молодцы. Всё висит как надо. По цветам. Это хочу отдельно отметить. И по ценам. То есть снимать удобно, да? В прошлом году не было. Грибы. 4 штуки. 300 рублей. Ну, что про них рассказывать, мы уже не первый год про них рассказываем. Набор сантиков. 2 девочки и 2 мальчика. 299 рублей. Такие, как куклы из ниток. Сантики 10 штук. Кстати, борды очень быстро расплетаются. Имейте в виду, дети их жевать начинают. У нас Лёка пока мелкая была, пару раз пожевала. Снегирюшки 300 рублей. Пластик. Выглядит как, помнишь, в детстве были грибочки-мухоморчики на ёлочку. 350 рублей. Кстати, вот эти крючки все в наборе идут. А на птичках, вот на текстильке, вот эти хвостики висят сразу. Дальше в Интерфеста набор, каждый год выходит набор таких банок. Обычно все-таки доживает до распродажи. В прошлом году стоили примерно в районе 300 рублей. В этом году посмотрим. Интересно. А, в прошлом году он круглый был, неправильной формы, да? Круглый такой, трапециевидный. Еще один круглый. Здесь прямоугольный, как вот игрушка раньше была. Ой, смотри, какой хорошенький. Надо в этом году, наверное, ёлку красную сделать. 400, 500 рублей, 20 штук. Так, а вот теперь хочу нюанс показать. Что бывают пренебрежные эксплуатации? То есть вот у пластика есть вот такой нюанс. Вы его можете помять. Зато не разбиваются. Зато не разбиваются. Все живые, и детки, и животные, и так далее. То есть это безопасность. Вот интересный набор вот этих конусов. Это все набор за 500 рублей. То есть 20 штук. Ну, неплохой наборчик, да? Вот эти интересные. Красные вот эти как бы базовые, а вот этим разбавляют. Я бы еще, знаешь, добавила немножко снежины какого-то напыления. А, как этот, поняла, такой матовости такой, да? Так, дальше за 500 рублей еще один набор. Смотри, здесь даже вот такой шарик. Так, а где он? А, вот он. Вот этот наборчик. То есть здесь получается 4 цветных шарика, остальные все красненькие. Набор емкостей железных в Интерфест. Вот они. Ой, хоть не приклеивают, как турки, да? У турок вообще, кстати, ребят, в Стамбуле приклеено все. Вот все, что можно приклеить, ничего в руки было нельзя взять в источник. Три вот таких банки. Можно, кстати, брать под подарки, да? Запаковывать, например, там какие-то домашние сладости, полезности. Не те конфеты, которые сейчас в магазине продают, а вполне. Мне кажется, вот для маленького ребенка за глаза вот такой баночки плачет. И не надо килограммовые кульки покупать. Так, вот эти баночки у нас уже клиенты оценили. Мы увидите обзор по Стамбулу. Я долго крутила эту банку, говорю, Дим, что-то старое, наверное. Оказалось, нет, новое. То есть, видите, опять коллекция очень такая России близкая, да, по цветам. Красные, белые, вот такие, как детские рисунки. 70 рублей в этом году эти баночки. Ну, думаю, тоже доживут до распродажи. Как Самара дожили в этом году. Удобно. Дети, кто уже школьного возраста, иголки, нитки на труды, чтобы по рюкзаку не болталось, потому что пакеты из стад прокалываются. Какая-то игольница тоже небезопасная. И это в рюкзаке не страшно, что развалится. Так, еще один набор шаров. 900 рублей, 32 штуки. Мне почему-то вот эти очень нравятся. Хотя, я понимаю, если бы был весь набор таких шариков, был бы тоже некрасивый. То есть, как такая уюм. Иди сюда. Смотри. Вот просто красные шары, глянцевые, 42 штуки, 699 рублей. Они разного диаметра. Есть чуть-чуть побольше, есть чуть-чуть поменьше. А, кстати, вот. 16 больших, 26 маленьких, 42 крючочка и 42 петельки. из текстильных комплекта ходят. Так что, все на месте. Можно не докупать. Идем дальше в красноту. Краснота еще не вся. Ой, смотри. А, это отдельный набор красной шеи. Значит, 139 рублей стоят вот такие. Нет, тут не только. Вот. Вот 139 рублей стоит. Ну, это те же, что мы смотрели желтый. И смотрите, как у, по-моему, в прошлом году или позапрошлый год были. Глянец, прозрачные. Глянец более светлого цвета, матовый. И... Как будто с пятнышком, да? Спасибо за внимание. Вот они. Такой набор стоит 300 рублей. Я бы этот набор взял. Красивый, да, за счет переходов? И смотри, коробочку даже потом придумывать ничего не надо. Да, обратно сложил. Но это тоже важно. Где потом это хранить? Новый год прошел и... Так, Дима, зацепилась за твою камеру. Так, набор из трех штук. 399 рублей. Ленточки 149 рублей. У нас, кстати, в офисе есть два набора по 100 рублей с распродажи. Кому надо обращать? У нас даже не шарапы за прошлого года еще есть. Ой, смотри, прищепки опять. Мы не успели в прошлом году их себе взять. Это уже дожди. Они не стеклянные. Они, ребят, металлические. 800 рублей. Мне кажется, вот такое можно взять и оставлять детям по наследству, да? Не знаю, как вы, у нас есть коробка со старыми. Так, ладно, не буду показывать. Какие красивые. Там еще раз лучше. Все, у меня Новый год в душе. Когда собираете, да, старые вот эти игрушки новогодние, которые там с детства, от бабушек, мы вот эти неубиваемые, мне кажется, они через одно поколение не пройдут. Даже если прищепки расфигачат, можно что-то придумать, как-то зацепить, потому что этот хвост, он классический. Ой, смотри, какие новенькие, интересненькие стекляшки. Дед Морозики, да? 700 рублей. Но вообще стекло, металл, оно дешевым не бывает. Вы зайдите, посмотрите на любой сайт. Я в прошлом году очень заморочилась, мне хотелось красивую елку. Я покупала игрушки, по-моему, фабрика Белка, что ли называется. В общем, ручная работа игрушки. Каждый шарик выходил по 600, 300, 400 рублей. Один шарик. Подписчики помахали. Да, прошли, помахали. Я не знаю, видно будет тебя в камеру или нет. Дальше. По-моему, вот они. Да. 399 рублей, 4 штуки. Конечно, кто-то может сказать, можно сделать самому, да, такую штучку заморочиться. Но смотрится интересно. Ой, а, то есть она многоразовая, видишь? Она складывается, ты ее под... Подождите, здесь магнит, ребят. То есть вы ее собрали, повесили. Когда не надо, вы ее убрали. Классно, я думала, она разовая. Нет, это многоразовая, нормальный ценник. Дима! У нас же черненький, большой такой. Классно! Ну, совсем или путь. Да, надо купить, такие обязательно будут. Подожди, тут еще и свинки. Чистая на елочку очень гармоничная. Подожди, мы до тут еще не дошли. 6 штук, 149 рублей, цилиндрики. Удачи конфетки. Да, кстати, такой тоже можно взять, да, Лехе? Прикольно будет. И елку сломает. И елку сломает. Мы, кстати, младшую Аленку Лехой зовем, кто не в курсе. А, вот Дед Морозик, видишь, как упакованы? Тоже каждый в коробочке, в бумажечке. То есть удобно хранить будет. На подарки, конечно. 500 рублей, адекватно. На подарки даже, да, чисто вот такие вот сувенирчики по одной. Ну, я бы на елочку такую три наборочка взял. Красивее. Елку пойдем ставить? Так, теперь смотрите, вот такие елки бумажные. Просто складываются. Они, кстати, прошиты. Мне тоже кажется, если аккуратно пользоваться, хватит надолго. 200 рублей. Ой, 200, 120 рублей, 199. Игрушки все в основном, друзья мои, Маден Чино. Китай. А когда-то было у нас итальянское? Да, была одна коллекция Италии. Ну, было, да прошло. Не знаю, мне кажется, в этом плане можно сейчас уже не заморачиваться, где что производится, потому что 90% в Китае производят. Да, это уже не первый год. Такие вот стекляшечки. 400 рублей. Ой, а вот это новое. У нас год... Кого? Вот поросенка сейчас был. Что-то это поросят не вовремя выпьет. Проложаю. 300 рублей, кстати, тоже вполне адекватно. Интересно, просто необычная игрушка по форме своей. И такой вполне настоящий поросенок. Хвостик, пятачок, глазки. Вот пока я довольна, честно, и ценой, и коллекцией. Я сейчас вижу символы наступающего года. Да, кстати, в этом году ни животных, ничего нет. Посмотрим. 249. Кстати, много, я смотрю, вернули со старых годов. Не стали заморачиваться. Вот эти тоже раньше были. 249 рублей, 6 штук. 6, по-моему. Такое ощущение, что их больше должно быть. Да, 6. Колокольчиков 4 штуки, 500 рублей. Но колокольчики... А теперь пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Голубое. Я теперь хочу голубую елку. Давай сначала. Пластик. Вот такого плана шарик стеклянной выдувки я покупала один за 400 рублей. Дима до сих пор не знает, лежат один. Знал бы, наверное, бы... Поворчал, да? 400 рублей вот такие шарики. Одного диаметра. Кстати, пластик гнется, но пружинит обратно. Поэтому, я думаю, пружинить должны долго. Так, дальше. А, вот, который тебе понравился. Красный 3, в голубом еще красивее, да, смотрится? Ну, тут даже смиксовать не получится, да? Либо-либо. Голубой с красным сочетаться не будет. Дальше. Бумажные вот такие домики. 250 рублей. Ну, честно, ребят, сомнительно. Да, любители. Ну, да. Шишки 349. Вот это еще, что я знаю? Я бы туда фонарик. Помнишь, это была таблетка в виде свечей небольшой? Как? Нет, нет, нет. Шишки. Три штуки за 350 рублей. Они бумажные. Ну, не знаю, дороговато. Так, дальше. Кто-то тарелку оставил. 199 рублей, такие же, как желтые пластиковые. А, вот ты про серые говорила, большие спрашиваешь. Нет. Да, кстати, 1300. А золото побольше, количество побольше. 32 шарика в серебре. Ну, на серебре, хотя нет, полоски особо не остаются. Белые хвосты универсальные ко всему, 149 рублей. В прошлом году белых не было, были только красные, народ страдал. Ну, так, дальше пойдем. Бусы. 99 рублей. Вот, врачу-то говорю, бусы измельчали. Икея съел... Похудели бусы у Икеи? Дальше 32 шарика, 899 рублей. Получается, вот он весь набор. Смотри, какой красивый, да? Вот эти вот пятнистые нюансы. Красоту дополнительную дают. Где в коробке? Вот. Так, просто серебряные 139, такие же, как красные и желтые. 699 рублей разного диаметра шарики. Мы такие уже красные смотрели. То есть, они повторяются, отличаются только цветом. Вот эти мне очень понравились. 399 рублей, 3 шарика пластика. Какой красивый, да? И вот этот набор шикарный. Здесь, понимаешь, матовый вот этот такой. И даже глянец... А он это аналогии с маленькими шариками, только добавлен. 900 рублей. 32 шарика. Ну, мне кажется, вот этот набор интересный. Единственное, мне вот этот вот смущает. Вот эти вот очень быстро обтираются. Отбиваются друг об друга, но... Вот эти красивые. Ой, смотри, еще вот какой матовый большой. Надо было ногти голубые сделать под обзор. А, вот они висят. Иди сюда. Дим, бег, не поспевает. Вот такие подвесюлины. Пластиковые, матовые. Слушай, прикольно. Хорошо сделала. Вообще, издалека кажется, как будто стекло. Да? Гораздо бюджетнее. Мишура. Вот такая мишура у нас красная живет. Мне, кстати, киевская мишура понравилась именно на утренник детям. Она не облазит. Давай вот хвост достанем. А, она закрепленная. Она не облазит. Не вываливается. По сравнению, вот там, ну, где мы обычно... Куда за мишурой мамы бегут? На рынок, в ближайший магазин. Поэтому имейте в виду, девчонки, пока она есть. Если вот детки садиковые есть, запаситесь. Искусственные гирлянды. Это было все в прошлом году. Не люблю их. Колючие, не зря. Вот она, кстати, обвита. Покажи, пожалуйста. У нее тоже переход. Получается, сосна с елью смешанная. Давай веточки покажем. Это вот сосновая. Это еловая веточка. И вот так вот она выглядит в намотке. Дальше всевозможные... О, вот интересная штучка. Самшит. 600 рублей. Кстати, я считаю, адекватно. Здесь у нас светодиодная свечка. Можно подвесить. А можно поставить. Интересно, да? То есть сюда даже можно еще парочку... О, искусственный венок. Вот такой 300 рублей. И вот такой. Так. Сейчас подождь с артикулом разберусь. Не вижу. Нам нашей ценой, ребята, на самшитовую гирлянду покажем. То есть это та же фейка, только в виде гирлянды. Во-первых, никуда ничего не дается, не отваливается. Все крепенько сидит. И вот эти самшитовые листочки использовать можно не только на Новый год. Украшайте чем хотите, либо просто как зелень дополнительную дома. Ну и в плане уборки она не проблемная. Потому что, ну не знаю, мне тактильно вот эта не нравится. Она колючая. Это более нежная. Кладем на место. Так, самшитовый венок показали. А дальше венок шестой. О, смотри, какой классный в этом году появился. Такого раньше не было. А нет, 28. Что-то цены перепутаны. Я не нахожу то, что цены. Но, ребят, больше тормостить не будем. На сайте тогда посмотрим. Тоже самшит с ягодками. Интересно, да? Дальше вот такой венок. 1500. Но здесь все в него напихано. И самшит, и веточки. Даже ягодки бузины. Или какой-нибудь другой ягод. Так, Винтерфест. Ой, колючий. Даже в шишках. Смотри, какие классные шишки. Здесь получается туя, шишка и сосна, да? Ну, такой прям вот именно новогодний-новогодний. С самшитами они более универсальны. Их можно использовать куда угодно. Так, маленький венок. 59. 699 рублей. Ну, вполне адекватный ценник за венок среднего размера. Тоже смесь. Ёлки с сосной. Так. И большой самшитовый венок. 48-й. Сейчас проверяем артикул. Нет, это 56-й. Тоже цены нету. В общем, не на все венки есть цена. Найдем позже. Ну, конечно. Ну, любой праздник можно. Вообще даже можно не снимать, да? Украшают только по-разному. Пойдем дальше. С украшениями, подвесными и прочими мы закончили. Будут еще светодиодные. Сейчас мы переместились в посуду. Кстати, вот она. Замена фростушки. Смотрите на нее. На героя, так сказать, лицом. Давайте разбираться, что у нас в этом году предлагают. Ну, дальше логично, да? Винтерфест. Вместо в прошлом году блюдечка с желудью. Вот такой листочек. Кстати, тоже интересно смотрится. 200 рублей. Ценник такой же. Блюдо 699, тяжеленькое. И рисунок, получается, смотри, покрытие глазировкой такое, что сам темный слой остается напылением таким, да? Да. Так, миска из четырех штук. Ебаная. А, вот она. Пойдем. Она в коробке 699 рублей. Но в коробке что ее пробку показывать? Вот они. Ну, миска, кстати, икеевская форма классическая, как вот эти салатники по 69 рублей. Только из керамики. Рисунок снежинка. Листочек. Кстати, вот этот вот бежевый внутренний рисунок так и сохранен. То есть все четыре салатника, миски, как угодно, они с разным рисунком. Ну, какая-то бедноватая сервировка по посуде в этом году. Может быть, что-то еще добавится. Сюда же, видишь, включили и кружки из базы. А, опять. Рождественская звезда искусственная появилась. Вот такие подносы новогодние. Ну, стилистика, понятно, соблюдена. Все рисунки, как и есть. Поднос у нас 500 рублей. Шкурки синие. Овечья, шкура, 7D, 2500. То есть овечку прибили, шкуру сняли, синий цвет покрасили. Ну, для фотографов, для оформителей фотозон находка, потому что искать об определенном цвете очень сложно. А новогодняя посуда все. Может, что-то все-таки еще будет, потому что это, ну, прям вообще копейки. Так, теперь пойдем, зашли в свечи в оформление. Имбирный пряник. Понюхай, пахнет? Я думаю, от чего же так пахнет? Пахнет. Где-то печенье рядом. Печенье, да, пряники. 169 рублей, набор с 30 штук. Вот такой подсвечник для греющей свечи. Вот три таких штучки стоят 99 рублей. Кстати, тоже симпатично смотрится. Их можно даже как вот поножки такие использовать, да, для украшения. Так. Что-то мне кажется, он не на месте стоит. Он должен быть дальше, да. Пусть стоит здесь. А мы показывать будем, как идет. Так, не ароматические свечки в стаканчике. Ой, давай вот сюда вот я их вот так вот в рядочек сложу. Здесь. Здесь фишка в стаканчиках. Ароматики нет, просто вот именно красота. Я чувствую, вот этот товарищ у нас поселится дома. Нет. Не нравится? Нет. Дверка. 500 рублей. Прямо домик-домик. Закрывается на магнитик. Дверка, окна, крыша. Домик интересный. Подсвечник для греющей свечи. 4 штуки. Вот такой набор. А, вот они все. То есть это разные домики. Тоже интересно. Вот тут мне нравится. 179 рублей. В качестве сувенирки. Имеет место быть. Обязательно свечкой. Со свечкой, да. Канделябр. Такое к нам не переедет? Нет. Это что, что в этом году из новогодней коллекции тебе возьмешь? А я покажу попозже. Да? Ну ладно. Так, это у нас фонарь для греющей свечи. Стекло. Выставочники не вижу. Может, дальше будет. Получается... Давай показывать, как есть. Распаковывать же нам не дадут. Железо. Здесь стеклянная колба. По логике, вот эта часть должна быть съемной. Туда вставляется свечка. Все отверстия, чтобы... Как керосинка. Керосинка. Керосинка, керосинка. Так. От свечек нос чешу. О, имбирь. Резкий. Резкий пряности. Пять зимних пряностей называется аромат. Ну вот я чувствую имбирь, чувствую гвоздику. Ну смесь такая. Ну прям яркий свет. Честно, нос чешется. Две штуки, 199 рублей. Так, в прошлом году все гонялись. Вот все гонялись буквально, да? А у нас есть. А у нас есть. И в этом году их полно. Покупайте, пока есть. Видишь, прикольная. Красиво. Свечку сюда ставишь, вот эту штучку висечку. А она, кстати, если свет выключите и поставите вот сюда свечку, да? Оно от стены будет лопасти отражать блики. А вот даже видно. Не поймаем сейчас, не поймаем. Только это будет в темноте намного интимнее. Так, вот такой подсвечник. Кстати, есть у нас в офисе в наличии за 500 рублей. Мы его брали по распродаже последние. Оказывается, их обратно ввели в ассортимент. 900 рублей. Это прямо вот керосинка. Ну, подсвечку греющую. У нас есть уже. Красная Ротера. 269 рублей. Ну, с названием, конечно, Винтерфест. Свечи Глима. Только с названием Винтерфест. Глиму можно взять за 59 рублей. А можно взять за 129 рублей. То есть решать вам, хотите переплачивать за красненькие кармашки или нет. Так, мы продолжаем дальше блуждать по оформлению. Сейчас какая-то движуха в магазине. Тарелка для свечей 350 рублей. 1, 2, 3, 4, 5 больших свечей. Ну, и можно, соответственно, еще маленькими разбавить. Господи, большая такая тарелка. Набор свечей Винтер красный. Я так и хочу сказать Винтер. Вот хоть стреляйте меня. 450 рублей. Одна красная свечка 129 рублей. Имейте в виду, свечи расходятся быстро. Особенно это к оформителям. Вот такие звезды были в прошлом году. Насколько тоже с распродажей еще остались. Цены не полные. Потом, смотрите, вот эти свечи уют быстрые. Их, во-первых, немного. Такой же набор, как красный, только белый, с серебристым напылением. Но уже 600 рублей стоит. Ну, здесь ни за что. Ой, после свечки весь нос дерет. Дальше. Звезда 5 штук. А, это вот эти свечи. Вот такие свечки. 249 рублей 4 штуки. Санта-Клауса. Вот они все с разным рисунком. Это фактически самые бюджетные свечи. Только с наклейкой. А наклейка тоже денег стоит? А не наклейка, а может краска, нет? Пока не грабите. Давай. Краска. Точно. Точно. Слюнями замашь. Нас не сдавайте. Мы все для вас. Все для контента. Все для контента. Вот такой вот. Я не знаю, как его назвать. Но вообще на поросенку похоже, да? Пол поросенка. Пол поросенка. Срубили поросенка. 500 рублей. А почему у поросенка три ноги? Тогда не поросенок. Тогда что-то другое. Вот такой вот подсвечник. Ну вообще можно даже как блюдо, мне кажется, использовать, да? Подсвечник. Каменная керамика. Мне кажется, для серверовки так было бы красиво. Сушьки сюда. Сушьки сюда. Кому что? Мы просто голодные. Так. Новый Санта. В том году, помните, да, какой Сантик был? Не Сантик, а мышка. Мышка, да. Да, у Димы есть, поэтому Дима знает, а Таня уже не помнит. Вот это наберем. И объясни, у кого воздух появляется в этих игрушках. Смотрите, вот здесь есть дырочка. Не дырочка, а резиновая пробка. Вот она. Да, я про эту сюда думала. Вот. А, и что делать с ней? Заливать воды под горлышки. То есть открываешь и доливаешь еще воды. И тогда пузыря вот этого не будет. Да. Под свечей. Под свечей. Поэтому, кто такой чувствительный, имейте в виду. Так, украшения. Так, это не показали. Подарки. Потряси. Да, потряси. А, я слышу, не тряси. Потряси. Вот такой дедочек. Серьезный такой дедочек, да? Смотри, сзади птичка. Видишь, ему подарки здесь нету, деда. Нет, да, у него. Видишь, он какой? Животчик. А глазки добрые. 800 рублей такой, товарищ. Салфетки новогодние в этой же... Да, вот так здесь удобнее. Мне птичка понравилась. Новогодние салфетки в этой же тематике 99 рублей. А, кстати, смотрите, мы еще посуду нашли. Как-то ее странно расставили. Вот такие, как в детстве, да? Миска. Торелка 199 рублей и миска 199 рублей. Ну, прям вот детская такая. Потом вот такой чувак. Лохматый. С бородой. Деревянные ножки. Штанишки, смотри, он прям полноценно надетый. По феншуе. По феншуе, да. Ручки. Шапон не снимается. Тоже 600 рублей. Ой, да, такая красотища. Триш, набор из трех штук, они разные. 490 и 490. Значит, смотрите. Вот эти товарищи, получается, 599 рублей стоят. Я думаю, она прям в рамке. Нет, это рамка Рибадим отдельно. Значит, вот этот вот ряд стоит 599 рублей. Рога фетровые. Сам деревянные. А вот эти три товарища, получается, дедушка, мальчик и девочка. Стоят 499 рублей. Прикольные. Ну, а как их по-другому? Иначе мы прут. Приклей. Прыбить. Полторы тысячи. Я думаю, у меня вот этих возьму. Интересно. Началось. В нашей семье деньги тратит Дим. Полторы тысячи. Кому гнома. А? Нет, они всегда такие большие. Малыши есть еще. Нет, такой, мне кажется, и был. Вот малыши. Девочки-санты. Так, мы дальше в светодиодку заходим. Новые такие украшения. В предыдущие годы их не было. На батарейках. По-моему, батарейки не вставили. Пластиковые грибы. Побольше, поменьше. Но тоже интересно для декора. Оформитель имейте в виду. Потом такого не будет. Видите, их понемножку. 400 рублей большой. Вообще можно как с фонарем ходить. У нас просто такой маленький дома живет. Малая. Весь прошлый год ходила с ним в туалет. Он у нее горел всю ночь до кроватки. А это прям... Ну, только лампочек нет, чтобы показать, как светит. 400 рублей вот такая подсветка. Что вообще-то не поставили. Короче, тоже отлила. 700 рублей. Уже интересно, да? Не столько лет это было. Вот эти грибы мне понравились. 499 рублей. Нет лампочек, да. Так, это повторюшки прошлого года. Большая 700 рублей. Средняя 400 рублей. И должен быть еще набор маленьких. Да, и набор маленьких 400 рублей. Оль Тячкин, тебе привет. Я чувствую, ты с этим... От нас не уйдешь. С пустыми руками с такими. Потом появились вот такие вот конусы. Просто беленькая платформочка внизу. Но за счет преломления она выглядит объемно. 400 рублей. Набор малышей таких же 500 рублей. Ну, елки будут более элегантно смотреться. Потому что грани больше и будет отражение. Ну да. Ну, Дим, кому что нравится? Поэтому я считаю, выбор всегда должен быть. Дальше мы в бумажном царстве. Я не знаю, как про него рассказывать. Пакетов тьма. Слушай, а надо взять, их мало. Иди сюда. Смотрите. Вот такие мешки. Дим, надо сейчас себе взять. Пока есть обзор, торопитесь. Да. Я боюсь, что пока Дим выпустит уже обзор. За два дня, пока смонтирует, уже не будет. Смотрите, вот такой мешок. 400 рублей. Для ребят, для подарков. Вот реально до внуков потом хватит, да? Из мешковины, краска, не липучка. А, вот с двух сторон, с рисунком. Может, два возьмем? Два. Или три? Два. А второй куда? Кубанье. Индивидуально? Да. Что, мне дальше с мешком ходить? Их мало. Короче, мы два мешка себе забрали. Не знаю, будет приход или нет. В нижнем их осталось вообще чудушку. Хоть в офис набирай, потому что люди страдают, будут по ним. Так, дальше пошли подарочные пакеты. Набор из двух штук по 169 рублей с разным рисунком. Либо вот такие. Интересный колпаночек. То есть здесь вот ниточка закрывается. Можно подписать. И точно такой же, только в синюю сторону. Тоже 169 рублей. Хорошая плотная бумага. Ну, не совсем вот такая вот там одноразовая. 699 рублей. Набор из двух штук. Золотой. Что-то не то, мне кажется. Не может они столько стоить. 14-й. 4-й. А, вот цена. 249 рублей два пакета. Одинаковая плотность бумага. Проще вот так показать. Мы запутаемся. По 129 рублей вот такие пакеты. Вот алкоголь. По 169 в золоте. С серебром. Но здесь еще, видите, эти этикеточки подписали. По 169 рублей вот такие. Вообще дешево, кстати, вот за эти два. Потом вот такой набор. А, нет, сорян, 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 сорян. А, это к пакетам. Вообще, смотри. Есть ярлычки еще для подарков. По 129 рублей 12 штук. А сам пакет 249. А вот эти, получается... Да, с ярлычками что ли сразу идут. Или навешивают. Так, короче, что-то я не пойму никак. И здесь нигде не видно. Судя по всему, ярлычки все-таки отдельно повесили. И вот такие наборы с двух пакетов за 250 рублей. Вообще классно, да? То есть, такой подарок огромный можно собрать. Главное, что это не пластик. Это не будет ничего потом гнить. 169 рублей вот такой набор из двух пакетиков. Их, кстати, можно прикупить как универсальный. У них рисунок нифига не новогодний. Потому что праздников у нас в стране немало. Так, рулон бумаги 4 на метр двадцать. 400 рублей. Вот эта бумага. Помнишь, мы такую покупали? Ну, отмиковатый, конечно, ее много сразу запаковать. Рисунок в этом году красивый. Водотяг не получается. Да, вот ее вот только вот таким вот подвешенным. Подарочная коробка из двух штук 169 рублей. Так, дальше. Набор из трех коробок 299 рублей. От малехонькой до побольше. В золоте 299 рублей. В серебре 299 рублей. Вырезать ничего не надо, клеить ничего не надо. Включаем кружок умелой ручки и вместе с детьми или сами собираем. Удобно? Я считаю, что да. Большие мыши. Так, дальше пошла дополнительная упаковка всевозможная. В этом году, кстати, ее как никогда много. Под синюю елку есть синяя бумага. Вот она, смотри. Такая вот бумага, клещетая, 99 рублей. Вот такие вот сантики. Ой. А бумага-то не мухры-хухры? То есть, это можно купить, вырезать. Смотри, шапочка, брючки, варежки. То есть, как куколка играть на бумаге. Интересно, да? И здесь ведь не один дядечка. Тут дофига. Креативно. 129 рублей. Вот такая бумага тоже. 129 рублей. Не представлено. А, вот они. Вот дядечки приклеены. Пойдем сюда. Вот голубая. Голубая, кстати, по той же. Вот эти вот под бумагу получше. Вот это мне понравилось. Интересно. Потом сразу вот такие варежки. Упаковка, да, на подарок. Лента обвязочная. Очень намного хватает. У нас красный, четвертый год уже будет. Рулон до сих пор не кончился. Вот она хорошо режется. Мне нравится ее упаковывать. Вот такая вот тесьма. 399 рублей 100 метров. А потом вот такие вот подвесюльки на подарки. Тоже вполне универсальные. Можно использовать не только для Нового года. В том году были стикеры. Да, клеевые. Но не отклеили. Такое было. Может быть, в этом году есть только другие. А вот, кстати, тоже наклейки есть. Вот мы дошли до наклейок. Набор с 15 штук 99 рублей. Это раньше руманчик был? Ну, в этом году сделали такие. Смотри, бантики. Кстати, вот это вот актуально. Не все любят их крутить. Я вообще, например, не умею. Но посмотреть, вот какие они пошукать нельзя. Запаковано. Так, дальше бумага есть в варежках. Бумага есть в клетку. Красный. А, вот, да. Вот красная клетка, варежка. Точка. Точка. Серая, матовая. У нас такой рулон, кстати, есть. И желтая. И вот еще дополнительные подвесные украшения. Да, получается, на пакетиках они просто были предъявлены отдельно. По 129 рублей. Здесь по 12 штук. Ярлочки на подарки. Потом в тон тесьма появилась в этом году. Видите, вот спокойная. Да, не все любят ярко. 149 рублей 20 метров. Такую тесьму не пробовала упаковывать, но клиент хвалит. И вот такая вот. А, гиванда эта продается в круглогодичном. Ой, намного еще что ли? Шелковая бумага. Иди-ка сюда. Она как это? Паперосная бумага. Как ее? Шелковая. 149 рублей. Сколько листов? Непонятно. А, 12 листов. 70 на 50. Потом набор из трех вот таких. В общем, здесь 9 метров получается. Вот они. 300 рублей. То же самое, только в синем цвете. А, шелковая бумага. Есть еще вот она. Ну, не знаю, как это. Условно, конечно, шелковая, но что-то необычная, да? Потом вот такой набор из трех. Ой, вот это вот интересно, да? И черные, и елки. Вот это тоже красивое. Коричневое будет, в фактуру не смотрится. Крафт, да, вот этот? Да. А тесьмы, смотри, сколько в этом году больше стало. Это вот все варианты тесьмы, которые можно купить. Вот, Дима, дай покажем бобиночках. Вот они. Здесь перемешка винтер с гивандой. Гиванды вот коричневые, а вот эти винтеры. И винтер, и винтер чего-то еще. Короче, коллекция аж два раза называется. Упаковка винтер 2019. Бумажная тесьма. Здесь уже набором из трех штук, не поштучно. Цены нет, ребята, что цены-то нету. Поэтому, наверное, начальство ходит все проверять, чтобы красиво было. Ой, смотри, какие интересные чуваки. Гирлянда. Пластик тонкий. А если вам надо затыкивать гирлянду? Я думаю, она уже в наборе. Вот, видишь, она даже от блока батарейного работает. Там 800 рублей. А вот олень, а где олень? Коробка. Деревянный олень, может, найдем потом? Наверное, найдем. Кто-то упер. Когда, кто-то переложил. А нет, коробка здесь, выставочника нет. 1500 вот такой олень будет стоить. Смотри, какой постер. Прям новогодний, да? Такая сбу, дом такой. Смотрел бы, видишь. Нет, сюда некрасиво. Так, теперь давай по подсвечникам. Ой, ведь вот по этим сколько люди страдали. Помнишь, приходили, спрашивали, где лампочки купить? Они опять появились. Вот это красиво. И цена адекватная, 800 рублей. Только когда светодиоды помрут, выкручиваются. Пряжение маленькое. Долго играющее, да? Это Дима, как ценитель киевских вот этих украшений. У нас много чего дома есть. Кто вам еще такое покажет? Вот эти прямые руки, можно на другой сети делать это припаять. Смотреть, мальтаж какой. Наличие мужа с руками в доме очень сильно облегчает жизнь. Прямые руки не везде продают. А мне достались. Бесплатно. Почти. По скидке. По уценке. Из-за Утлендера, да? Ты же сам сказал по скидке. Все, обиделся, что ли, да? Ну я же не уценка. Нет. Я скидка. Ты скидка? Хорошо. Ты новенький, хорошенький. Смотри. Давай какой-нибудь купим. Тоже самое, только побольше. Давай какой-нибудь купим. Нет. Почему? У нас есть свечки. Ну не нравится. Пошли. 999. Ой, такой не было, да, еще? Но она в розетку. Или от батарейки. А, и так, и так. На батарейном питании имеются другие цвета. Непонятно. Ой, смотри, какой красивый. А сейчас, сейчас, сейчас работает. 1800. Это за 1800 даже батарейку не поставили. Классные, да? Я бы посмотрел, если красивую высветила, я бы взял. Ну вот, как? Как? Какие там батареи? Отвертку надо. Ты хотел аккумулятор из камеры достать? Да. Так, идем дальше. 3000. Ну, массивно, да, так это? Жаль, не съемно. Если можно было. Кстати, тоже при наличии мурш в страховке. Да, хватит, все откручиваю. А кто еще, кроме про Икеи, открутит? Дальше бумажные. Вот эти, кстати, очень долго распродавали, да? Рубли по 200 они были. В общем, покупатель летом с Аней. Снеговик 2000. Плотная рисевая бумага. Домик 800 рублей. Этого чувака мы смотрели 2000. Но сейчас это непонятно. Ну, да, это надо на Новый год смотреть. Так, вот такой канделябр 3000. Железный. Не смогу, а то бодело. Нам уже написали, что нам уже корона давит. Ой, вот такие сердца тоже распродавали. Опять вернули. По 800 рублей. Ёлка. Тысячу. Вот, кстати, давно просили показать. Бумага, все-таки, ребята, плотная. Не понятно, что вы ее порвете, но она не тоненькая. То есть, вот я ее тискаю, с ней все хорошо. Смотри, какая интересная штучка. На улице можно использовать, да, наверное? Не могу сказать. Она от розетки. Она от розетки. А не важно. Если это идет герметичный, то можно. Написано, что можно использовать в любом помещении. Также можно использовать в помещении. И вообще уличная. Так, стролы. Смотри, какие стролы в этом году. Да разворачивайся ты. В этом году есть шнуры, можно повесить. Надо ждать, как в прошлом году ждали, не дождались. Значит, стролы. Полоса, перфорация. Это самые большие. Малыши два вида. Они вообще по 299 рублей. Те года таких не было. Очень мне понравилась вот такая строла. Эти по 399 все. Очень интересно. Синенькую смотрю. Да? Давай синенькую купим. Мы синенькую возьмем. И елку синенькую сделаем. Потому что просто не хотим. Мне синий больше понравилось. Ну тут. У нас последний стеллаж. Нет. Ты запомнишь. Пусть, кто хочет, покупает. Да, кстати, забыл сказать. Во-первых, смотрите, их уже немного. Будет приход, нет, пока непонятно. Надо узнавать у логистов. В декабре уже не будет. Нет, их на Брюже не будет. Кто фанат и строл, их раскупит сразу. 2000. Бумага. Ну как обычный у строл. Кусок. Да. Как светит? Ну непонятно. Да. Как-то светит. Тоже стролы гирляндочки. А ты под это, разверни мне коробочку. Там даже вот наглядно показывай. Батарейный блок. Без розетки. И сколько стоит? 2 рубля. 1000, смотри. Вот такое, кстати, стоит 1012 гирлянд. А, и 36, поэтому и цена такая. Не обманешь. 900 рублей. Вот, наверное, та звездочка также светится, да, на обмотке? Потом, вот такой, 700 рублей, вот такие вот шарики. Вот здесь гирлянда, спрятанная в кармашке. Звезды стоят 1800, блин, дорого, конечно. Но они радужные. Они радужные, они переливают, смотри, как красиво. Все, давай в релакс уйдем, ничего делать не будем. Подсамши, тоже красиво, 900 рублей. Альтернатива шарикам подарочки, 800. Дальше, вот такая большая, 1300. Деда Мороза, все трясется, да? Ну, кучно все, не вытепишь. Снеговички тоже, да, я показываю, хотя бы более. Снеговички тоже 700 рублей, то есть, получается, вот эти сегирлядочки, они одинаково-одинаково стоят. Вот такая большая карамелька. Две. Две карамелька, 800 рублей. А, смотри, какая милота. Давай искать цену. Не, подожди, не тая. А, убежали? Классные, да? Цены ищем? 700 рублей. Вот они, сразу в банке. Так, 600 рублей вот эти звезды. Вот такая вот, 800 рублей. Тоже красиво, нежно смотрится, да? Капец. Да. И самая популярная в прошлом году, за которую гонялись все 600 рублей белая звезда. Что могу сказать? Новогодняя коллекция закончилась? Ну что, мы вам показали все. Мое мнение. Мне коллекция понравилась. Дим, тебе как? Ну, много прошлогоднего. Ну, много прошлогоднего, да? Ну, много такого. Я ждала, а тут у вас что-то новенькое ждало. А, что-то совсем новенькое ждало? Что-то поставить себе в коллекцию. А, ну да, где вы же коллекционируете всевозможные новогодние приблуды икеевские? Одну ты только нашел, да? Ты грибочек только обновишь. Домик, который сыпется, обновишь, и все. Ну, мне понравилось. Очень много цветов, именно таких белых, синих. Мне почему-то хочется такой вот синюю в этом году елку сделать. Жду вашего мнения, кто уже купил, рассказывайте. Кто давно пользователей Икеи, может быть, тоже нашли какие-то повторюшки старые. В общем, давайте комментировать, активно включайтесь. Ребят, мы, в принципе, все, вернулись. Мы опять в ресурсе, в работе. Возобновим в ближайшее время стримы, да? В следующее воскресенье, да, в следующее воскресенье будет прямой эфир. Готовьте вопросы. Наверное, будет не донат, а просто карту будем скидывать. Так удобнее, потому что практика показала, что через донат вообще никому не удобно. Ну, у меня все. На сим откладываюсь. Мы пошли кушать и разбираться с заказами.